Уважаемые ребята, сегодня проводим велопробег, посвященный ставшей уже традиционной акции 22 сентября, который проводится в день без автомобиля. Мы с вами проедем по улицам города. Этот пробег проводится с целью показать, что можно жить без автомобилей с целью экологии, улучшается воздух нашего города, маленького, большого города. Эта акция проводится с целью также привлечь внимание водителей к проблеме окружающей среды. Ведь с помощью велосипеда можно доехать практически в любую точку нашего города, не обязательно садиться за руль автомашины. Сейчас мы всем участникам нашего пробега раздадим светоотражающий элемент. И хотим еще раз напомнить, что светоотражающий элемент в темное время суток очень облегает пешехода, велосипедиста. И это очень помогает и водителю, и самому пешеходу. Сегодняшний наш велопробег посещается единому дню без автомобиля. Который будет проводиться 22 сентября. Тем самым мы хотим напомнить автолюбителям, автовладельцам, то есть в этот день как можно уйти от поездок от автомобиля, то есть показать, что можно как-нибудь один день обойтись без транспортного средства. Тем самым мы уменьшим аварийность на наших дорогах. И это приводит к тому, что каждый показывает своим личным примером, что один день можно обойтись без автомобиля. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 22 сентября в Беларуси пройдет международная акция «День без автомобиля». Акция, организованная Министерством природы и Министерством внутренних дел при поддержке Министерства транспорта и коммуникаций, а также Министерства образования Беларуси, носит добровольный характер и никаких ограничений относительно автомобилистов не предусматривает. Основная цель акции — обратить внимание общественности на большую экологическую проблему наших городов, на качество атмосферного воздуха, которым мы дышим, показать влияние каждого человека на свое здоровье и пропагандировать здоровый образ жизни. Современный городской житель с детства настолько привык к запаху выхлопных газов, что уже и вовсе его не замечает, продолжая между тем дышать ядовитой гарью. Такой воздух с нами повсюду — на улице, дома и особенно в салоне автомобиля. Современный автомобиль производит коктейль, включающий в себя более чем 200 наименований загрязняющих веществ. В масштабах страны доля транспорта в суммарных выбросах загрязняющих веществ в атмосферу от всех источников достигает 72%. В городах — 65-80%. В выбросах парниковых газов — порядка 10%. В основном выхлопные газы автомобилей содержат продукты неполного сгорания жидкого топлива, углекислый газ, сажа, углеводороды и другие. Продукты окисления азота воздуха, различные оксиды азота, полициклические ароматические углеводороды, в том числе бензопирен. Эти вещества, проходя различный путь распределения в экосистеме, в конечном итоге наносят ущерб окружающей среде и здоровью населения. История проведения дней без машин уходит корнями в 1974 год. Тогда в Швейцарии в январе-феврале было организовано 4 безавтомобильных дня. Правда, причиной была не экология, а нефтяной кризис. Французы из города Ле-Рошель придали Дню без машин экологический оттенок в 1997 году. День без машин означает передвижение пешком, на велосипеде, на роликах или общественным транспортом. В разных странах это мероприятие имеет различный размах. Например, в 2003 году в Великобритании День без машин состоялся в 62 городах, во Франции – в 75, в Австрии – в 140. Испания насчитывает наибольшее число городов-участников – 237. Официальный День без машин проходит более чем в 1100 европейских городах. Первая акция «День без автомобиля» прошла в нашей стране в 2008 году. За один день предотвратив выброс в нашу атмосферу загрязняющих веществ объемом в 400 тонн. День без автомобиля – символическая акция международного уровня, призванная напомнить обществу о вреде чрезмерной автомобилизации для природы и человека, показать возможные альтернативы этому транспортному средству. Понимая, что в современных условиях полностью отказаться от автомобилей просто невозможно, очень важно напомнить о проблемах, которые несет с собой автотранспорт. Хотя бы раз в год. Все было очень интересно, хорошо прокатились. Хороший подарок нам вручили. Оставьте автомобиль дома!